здравствуйте друзья 19 января 2023 года вот наша история с украины не закончилась она все еще начинается если вы не вот это вот счастливый случай когда хасанские персики от меня длинным кружным путем попали в Украину и Сумскую область не было бы нескольких видеофирм и этого тоже но в надежде на лучшие времена мы продолжаем диалог внимание слово предоставляется Валерию я уже продолжаю его секретить дальше просто Валерию внимание слушаем его а потом видим видеофильм а потом добавлю еще несколько звуковых писем поехали вот еще несколько персиков хасанских которые привели на Манджусу Латвы растут произвольно никакой формировки они не подлетали у меня Валерий этим мой земляр с Украины этим подкупил буквально подкупил в одного поле ягоды для нас формировка дерево искусственное это ослабление самого дерева вот я всегда сравниваю ну примерно как пальцы человеку отрезать вот зачем ему человеку палец указать им же дети в носу ковыряют давайте вот это отрежем вот такой принцип принят садоводствием вот и когда я услышал что он не формирует для меня это как бальзам на мою израненную душу кое-где остались косточки не собрали даже сейчас и вот еще один следующий а эти два красавца это хасанские выращенные из косточки которые заплодоносили на третий год и плоды немножко отличаются вот это лунного более окрашенный этот первый на недельку раньше намного сладше второй практически красавец ну что вот она видна Украина вот вот она видна Украина по которой я скучаю тоскую родину она моя и каждая оттуда веточка для меня это подарок вот это бальзам на мою душу вот а тем более что речь идет о персиках хасанских чей род пошел по новой уже от меня все началось если видно вот такой веточки с замерзшего дерева найденного глухой сибирской деревни вот где у нее не было шанса и теперь пошло 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 уже не ты может не тысяча но сотни полносящих деревьев вот так друзья теперь мы с вами да кстати мне еще раз ладно фильм закончился давайте мы из него выйдем так выйдем и это еще не все еще раз посмотрю идет запись идет так надо возвращаемся обратно на ватсап и продолжаем внимательно слушать моего украинского земляка константинович действительно уже существует некоторые проблемы о которых вы говорили в начале нашего знакомства видео что размещаю после так что не будем пока размещать адрес имя отчество скользко упоминать фильмы значит я вам скинул которые короткометражные я сейчас хочу сделать за хасанский персик на электронную почту которую вы мне сейчас напечатаете так насчет печата электронной почты абсолютно на английском не смогу мне лучше сразу застрелиться так внимание естественно что электронный адрес это можно легко выслать это можно легко выслать но я в данном случае знаю что меня услышат может не тысячи но сотни людей услышат этот диалог я дальше рассказываю о них я начну с нуля потому что многие не знают как до меня добраться как заказать те же каталоги внимание печатаю электронной почты абсолютно на английском не смогу мне лучше сразу застрелиться значит даю координаты как это сделать как я всем объясняю все получается итак мой электронный адрес хотя бы на слух звучит так ЖЕЛЕЗОВСАДСИП по английски ЖЕЛЕЗОВСАДСИП СОБАКАЕМАЛ.РУ а вот как его найти я не знаю бывали ли вы на моем сайте на всякий случай в яндексе набираем три русских слова сайт садоводок Железова нажимаете мышку вы на сайте верхняя строчка называется официальный сайт и так далее там есть раздел есть раздел контакт контакты значит вы туда заходите и видите электронный адрес тот самый ЖЕЛЕЗОВСАДСИП вот и вот по этому электронному адресу вы можете мне первое письмо будет так значит просто проверка контакта и точка вот и фамилия ваша потом значит от меня получите ответ таким образом связь между нами наладится а тут извините для меня по английски написать мой железный адрес еще раз говорю я застанусь и вы потеряете друга так насчет печаток был момент я объясняю поневоле эта информация пригодится всем это было когда на моем компьютере за которым мы сейчас с вами общаемся не было ватсапа был момент тогда а по телефону выслать мне электронный адрес мне действительно легче застрелиться слушаем дальше нашего моего земляка я конечно ожидал такой реакции что не все будут довольны дружбой земляков не все вот получается что может быть даже псевдоним придумать земляк и дальше обращаться как земляк раз уж так получается или достаточно имени добро все нормал единственная проблема что у нас два часа есть свет четыре нету вот вся электронная почта весь интернет сейчас пока есть свет работаем все нормально есть проблема большинство российских сайтов заблокировано ваш не могу открыть вы зайдите с телефона на свой сайт скопируйте электронный адрес эту копию вставьте ватсапе сообщениями отправьте мне для меня это темный лес такой все есть просто завтра мне подключат пообещали ватсап на компьютере и там никаких проблем как общались так и будем общаться добро до завтра всех благ ну вот ну а дальше что вот это повтор мы уже этот ролик видели с вами вот а этот наверное совсем за секунду ну давайте включим его приветствую садоводом 14 сентября 22 года село Волковцы Украина сад СВ персик хасанский так ну что прежде чем попрощаться я скажу еще раз вы видели как мой друг в землях собирал косточки уже во втором ролике а почему потому что они не имеют цены или стоят больших денег здесь в России а там он их показывая мне в ролике не просто большой урожай а такой урожай что все упавшими уже полуиспорченными персиками весь вся земля была за вами я понял куда их девать куда и косточки остались частично лежали и только когда я объяснил их бесценную ценность именно для России и что когда-то мы будем опять дружить и граница будет только на карте а на деле ее не будет можно будет спокойно высылать ее на север берегите соберите до конца пока у вас всех растаял земляк соберите каждую косточку пройдет время и это поможет выжить вам и не только вам почему потому что или вы косточки перешлете сюда к нам в Россию где на них будет настоящая цена вот или вы вырастите сеянцы и они будут уже еще в 10-20 раз дороже и снова на север как граница это такое хоть есть понятие граница на замке вот самые смешные границы знаете с кем правильно самые смешные границы с Казахстаном с Литвой с Латвией с Эстонией вот с Белоруссией вот попробуйте поставьте на каждом километр пограничника да почему тогда надо ставить на каждом 10 метров по границе вообще вы поняли эти границы существуют только в воспаленном мозгу чиновников а на деле копите косточки выращивайте сеянцы вот придет время и это бесценное богатство вот это вот бесценное богатство видите приветствую садоводов 14 сентября 22 вот это бесценное богатство расползется по всей россии и вся срединная и южная россия будет покрыта персиками больше чем сейчас абрикосами сливами яблонями грушами вместе взятыми потому что они невероятно морозостойки выносливы и что только мешает их размножить то что у меня в сибири и мы считаем чуть ли не штуками самый больший один год был на пару сиробаев у нас была у меня было 700 костик и у него 1000 вот вот так это самый самый богатый год был ну попробуй рассею накормить еще большая часть людей тогда и сейчас еще умудряются растить и тут же уничтожать помните мои вебинары а вы можете по сравнению с нами выращивать не несколько раз больше а сто кратно потому что они созданы природой для вас а для нас только для умельцев которые могут найти тихое место с севера дом да еще раз если он топится вот высокий забор южный склон гор или там холмов вот посадка по железу вот лучше чтобы ни разу не пересаживать и тогда при максимальном максимальном здоровье они будут плодоносить как они сейчас плодоносят в Брянске из косточек шикарное без всякого укрытия и плоды уже укрупнились два раза потому что важнее вот и в Башкирии и в Подмосковье еще несколько десятков мест вот надо как-то опять перешлистить показать вам мою особую папку где прислали фотографию со всех регионов России ну кроме там Якутии Норильска Магадана и Воркуты а так все буквально ну что будем заканчивать этот разговор друзья давайте заканчивать вот очередную веточку я получил надеюсь не последнюю жаль что не так частично болезненно была воспринята дружба вот украинского этого самого жителя с российским с украинскими корнями вот я считаю что это мы будем дружить дальше и именно вы Валерий именно вы тезка мой дорогой вот и еще несколько таких же отчаянных как вы который не испугался вступить в открытый диалог с россиянином вот именно благодаря вам абрикосы ну в данном случае ладно пока не буду про абрикосы абрикосы если только для нас нужны будут в данном случае как подвое для того же хасанского персика персиками вы сможете накормить всю Украину и всю Россию вот помните классику персики на Украине растут только и дальше 3 области плюс Крым Николаевская Херсонская Одесская Крым все 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 а ну конечно расползлись и у вас они теперь есть вот но случилась беда какая давайте вспомним еще предыдущий ваш ролик давайте вспомним вы сняли ролик и показали свете цвели только хасанские персики более ну скажем чуть-чуть по культуре не по роскошности персики ваши пропустили урожай а канадские знаменитые те просто замерзли вот поэтому будем остановимся на как говорится вот не журавильнями а пусть будет синица в руках вот она синица все друзья разговорился я с вами прощаюсь до следующего фильма до свидания изменений да вы опять ну